Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, каких магических лошадок нам завезли, а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе и в течение всего ближайшего марта. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаечек и... поехали! А ехать далеко нам не нужно, всего лишь нужно доехать до Моэка около конюшни Морландо, где стоит наш любимый торговец с магическими лошадками Гарри. И здесь мы можем лицезреть новую магическую породу. Это две модельки на основе Пасафина, Эфира и Кальдер. Вот такие вот красивые лошадки. И вау! Знаете, я хотела сказать, что я никого из них наверняка брать не буду, потому что мне очень не нравится, как сделаны камни на их магическом облике. Но сейчас я смотрю и понимаю, что, видимо, фиолетовый цвет, неважно в каком виде, является для меня некой слабостью. И еще так переливается. Данные лошадки имеют блестки на кончике хвоста и кончике гривы, так же, как и магический единорог Пасафина из Зимней Деревушки. И впервые была к нему применена очень необычная такая графическая изюминка. Эти камни, вы видите, имеют некий эффект перламутра. И он действительно, в зависимости от того, где лошадь находится, как скачет, камушки отливают то фиолетовым, то синим, то бирюзовым. И это очень-очень интересно. Ну, давайте же посмотрим, как эта лошадка выглядит не в магическом облике. Вот такая фиолетовая у нас будет гнидой. Это гнидая? Или какая? Бурая? Я не знаю. В общем, очень красивая. Необычно сделанный переход от носочков вот в такие следы. Как будто молния ударила, как будто шрамы какие-то. Но выглядит классно. В какой-то квейке меня это не смущает. И это, я соглашусь, это выглядит круто. Очень необычная грива. От темного к светлому. Смотрится очень красиво. Лошадь выглядит очень классно, по моему мнению. Вот жалко, что нельзя менять прически. Здесь даже вкладочки теперь никакой нет. Только другие породы. То есть все. Мы теперь... Даже здесь тут ничего не появляется. Раньше я не помню, но такое чувство, что раньше можно было увидеть кнопки, но нельзя было на них нажать. Так что вот такая вот лошадка. Первая на основе Пасафина. Анимации все, как у Пасафина. О-о-о. О-о-о. Кстати, у нее еще под глазом. Такие вот скобочки. Из этих же камней. Очень красиво. Нет, нет. Это очень красиво. Я беру свои слова назад. В реальности они выглядят круто. Очень классно. Волшебным по-магически. И давайте посмотрим на лошадку эфира. Тоже с такими же камнями. С таким же переломутром переливом. Но здесь акцент больше в голубой, синий и бирюзовый. Видите, фиолетовая оттенка здесь совсем минимальна. Количество. И также узор отличается. Если у фиолетовой лошадки больше как бы на плечи, на бока, по низу. То здесь все идет по верху. И вот можно увидеть, что на этой стороне камушки идут прям от глаза по шее снизу. А на второй стороне, я уверена, просто гривы мешают от глаза по шее к верху. Вот да, вот такая волна у нас идет. Вот так вот выглядит. Это она в магическом виде так выглядит? Я почему-то подумала, что это городской. Потому что уж больно красивая серая мазь. Такая металлическая. Тоже имеются блестки. Но тут я вижу больший акцент на кончик гривы. Они сделали его голубо-сиреневым. Ну, такое чувство, что да. Ну, вот эта лошадь как-то смотрится менее магически, если честно. Вот побольше синей, мне кажется, она должна быть. Нет? Ну, действительно, вот та прям такая фиолетовая, а эта серенькая. Ну, совсем маленький отлив синий. И давайте посмотрим, как она выглядит в обычном облике. Ну, чуть-чуть вот, да, вот убирается вот эта синева. И все. Меняется, кстати, цвет глаз. В магическом виде у нее голубые глазки, а в обычном серенькие. Грива тоже от темного к светлому. И вот... О, вот эта лошадь запала мне в сердце. Жалко, сейчас нельзя отключить магический вид, выйти из режима покупки и посмотреть на нее в реальности. Данные лошадки стоят ровно столько же, сколько и обычной пасафина 950 старкоинцев. Пробудут они здесь до 29 марта вместе со своими питомцами. Все магические лошадки у нас теперь выпускаются в компании с питомчиками. Поэтому давайте посмотрим, кто у нас в этот раз. Две кошечки. Я бы сказала, на основе бенгальской породы. Это Тея. И Лок. Очень интересные кисы. Подходящие под данных магических пасафин. Давайте посмотрим на них поближе. Вот такие кихенрики. У меня много кошек, но вот то, что добавили такую расцветку а-ля бенгальская, по-моему, порода. Это круто. Вот можно такую рыжую, пожалуйста. Я бы ее, наверное, и купила. Кисынрики очень классные. У них камушки на лбу и прям над задними лапами к основанию хвоста идут. И все. Цветовая гамма в соответствии с двумя магическими лошадками. Стоят они по 350 старпоймцев. Вот так что вот такое у нас обновление, связанное с магическими лошадками. Напоминаю, что они пробудут здесь до обновления в среду 29 марта. Пробежь один месяц. А теперь поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. На следующей неделе нас ждет новый маршрут для пробега от лошадей Юрика. Ну а в подробностях сейчас поговорим. Гильермо проверит твою вынослим. С 15 марта нас ждет обновление с лошадьми Юрвика и снова приедет на полуостров Южная Копыта. Но на этот раз они подготовили новую гонку и для маршрута, для пробега который приведет тебя на пляж и обратно. Говорят одеться по погоде, ожидаются сильные дожди. Нам потихоньку, видимо, начинают добавлять погоду хотя бы в скачки. Да, у нас уже было несколько скачек с дождем. Одна из них это точно скачка в Диколесье. По-моему, где-то еще была с погодными условиями. Ну, в общем, теперь нам и сюда тоже временно, правда, добавят скачку на Южном Копыте. Пробег больше всего подходит для марварской, ахалтикинской и арабской чистокровных лошадей. Так что, если у вас эти лошадки еще не каченые, давайте переводите их с пастбищей в дынники, так как на следующей неделе уже приедет данная прокачивающая скачечка. 22 марта Анна решила посвятить время лошадям. Ее попросили потренировать молодую лошадку в конюшне Юрвика, обучать молодняк вдвоем куда спокойнее, так что Анна будет рада, если мы ей поможем. Встретиться с ней нужно будет на ферме Стива и помочь юной Каен привыкнуть к наезднице. Может, если мы проведем время вместе, то заодно узнаем Анну получше. Некое ответвление от основного сюжета, дабы познакомиться поближе с одним из важных персонажей в сюжетной истории Star Stable Online, это Анна. Так как по сюжету изначально ее нет на Юрвике, мы ее ищем, потом спасаем. Мы мало что о ней можем узнать, в особенности, если вы не играли в предысторию, в четыре игры под названием Star Stable или же Звездная Подкова. По-моему, их четыре было, именно вот с данными персонажами. Это интересно. Надо будет подождать и посмотреть. 29 марта скачки без всяких усилий. Благодаря новому конечному автомату, технической штуке, которую проводят для разработчиков вычисления, мы будем ездить на лошадях совершенно по-новому. Переход от одного аллюра к другому станет гораздо более плавным. Прыгать тоже станет легче, потому что лошади не нужно будет прерываться между прыжками. Кроме того, твоему скукуну будет гораздо проще двигаться по различным поверхностям Юрвика. Появление конечного автомата открывает нам большой простор для работы с лошадьми. И это еще один шаг на пути к обновлению игровых персонажей. Если честно, по-моему, какое-то обновление с плавностью перехода на разные аллюры уже было в ССО, наверное, год или полтора назад, а может быть, уже даже и два. Но они считают, что нам этого мало, что плавность нужна еще больше. И это интересно, как же они это представляют. Очень интересно, будем ждать конца марта, чтобы узнать, во-первых, Анну получше, и потом увидеть обновление с аллюрами лошадей. И я немножко так и не поняла, что значит, не нужно будет прерываться между прыжками. Немного непонятно, поэтому ожиданий. Ну а также готовим лошадей, скоро начнется фестиваль конного спорта. Так что вот такие вот интересные у нас новости на сегодня о нынешнем и грядущих обновлениях в течение всего марта. Ну а на этом обновление подошло к концу, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok